Такая сложилась ситуация к тому времени, что было много примеров, когда расширенные формулировки полезны были и был вопрос, линейные программы можно решить, можно решить полиномиальное время от их размера и было много попыток сформулировать NP-сложные задачи с помощью линейных программ маленького размера и этот результат фактически помогает полностью отметать такие попытки, но вопрос встал, что же происходит с методами хорошо, то есть с помощью редукции мы можем распространить негативный результат для корреляшин-политопа на независимое множество, на сдачу кумево ажора и так дальше, но может тогда расширенные формулировки просто дублируют то, что известно уже из теории сложности. Было непонятно, что же происходит с мэтчингом, то есть вчера мы рассматривали этот мэтчинг, это мэтчинги, то есть будут мэтчинги, которые полностью, то есть как бы каждая вершина, она находится в каком-то выбранном ребре, то есть как бы мы рассматриваем характеристические векторы мэтчингов, м из парасочетаний, это у нас мэтчинг в полном графе на н вершинах и мэтчинг точно н деленное на 2 ребер, то есть чтобы этот политоп был не пустым, нам нужно чтобы н было четным, может иначе политоп станет пустым. Мы рассматриваем как можно выбрать н деленным на два пар из н объектов, такие называются перфектными мэтчингами. И это известно, то есть как бы как описать этот политоп, это известно, как описать этот политоп, это у нас будет, то есть если у нас граф, полный граф на вершины, это ребра, то для каждого ребра у нас есть координата, и понятное дело, что все координаты должны быть не отрицательными, потому что у нас конвекс, выпуклая оболочка точек, где все координаты не отрицательные, каждая вершина должна содержаться в каком-то ребре, то есть если мы посмотрим на вершину, на какую-то вершину В, и это, я напомню только что, это была суммация, то есть фактически мы идем через все ребра, которые содержат вершины В, и суммируем соответствующие переменные, то мы должны получить единицу, каждая вершина должна находиться в каком-то ребре, то есть у нас н вершин, и мы должны выбрать н деленное на два ребер, так что никакая, то есть каждая вершина будет в каком-то выбранном ребре, то есть у нас полный граф, нам нужно выбрать, тут н равно 6, нам нужно выбрать три ребра, так чтобы они не содержали никакую вершину больше чем один раз, то есть каждая вершина попадет в одно ребро, но то есть как бы это было бы полинемиально, потому что все хорошо, но проблема со следующим классом неравенств. Следующий класс неравенств, он говорит следующее, для любого подножества вершин, для любого подножества вершин такое, что кардинальность этого множества нечетна, если мы посмотрим, что же происходит с с ребрами, которые пересекают, то есть как бы мы берем какой-то с и мы смотрим на все ребра, которые только одна вершина содержится в этом, то есть все ребра из границы, это должно быть как минимум больше либо одной единицы, то есть если у нас есть какое-то нечетное множество вершин, допустим, это наше нечетное множество, то если мы посмотрим, хотя бы одно ребро розовое должно пересечь это множество, должно выйти из этого множества, одна точка должна находиться внутри множества, а вторая точка должна находиться снаружи множества. Дельта, то есть это снова суммирование, и здесь дельта с, это множество всех ребер графе, такое, что одна вершина содержится в с, а вторая вершина не содержится в с. Проблема, то есть как бы это описание этого политопа, проблема в том, что нам нужно, чтобы мы получили выпуклую оболочку, допустим, если мы не включим эти неравенства, если мы не включим эти неравенства, если мы не включим эти неравенства и оставим только вот эти, то, к примеру, такая точка для того же примера, я поставлю тут везде 1-2, 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 1-2. Эта точка удовлетворяет этим трем условиям, двум условиям. Но если вы попробуете представить эту точку как выпуклую как конверсную оболочку как представить эту точку как комбинацию мальчинга в вас не получится просто не получится и проблема будет как раз таки в этом множестве потому что тут вообще ничего не выходит из этого три вершины ничего не выходит это дельта в это обычно сокращенное для дельта в это обычно сокращение для того чтобы не писать эти скобочки множество это ребер да это получается одно содержит эту вершину 2 не содержит это все ребра инцидентные это вершине то есть это если это такое же получается можно использовать такое же обозначение то все ребра инцидентные это вершине нет что я говорю это то что я говорю что предложение допустим зачем нам нужны эти неравенства то есть политоп и он задан как выпуклая оболочка этих мальчинга проблема в том что если мы не включим эти неравенства наш политоп изначально наш политоп должен содержать экстремальные точки только 01 которые соответствуют мальчингом то есть как бы поскольку он задан как выпуклая оболочка этих точек он должен содержать то есть как бы у нас будут эти точки и это наш политоп это наш политоп сейчас мы должны описать этот политоп с помощью линейных неравенств то есть как бы мы можем описать мы написали уже какие-то валидные неравенства но проблема в том что эти валидные неравенства они описывают немного больше регион этот регион который без если мы не включим эти неравенства этот регион немного больше он будет содержать какие-то точки например вот эту точку который на самом деле не выпуклой оболочки у нас то есть как бы у нас нету весовой функции то есть как бы что я говорю это если если мы рассмотрим просто политоп x и x больше либо 0 и x дельта в равен единице для любого этот политоп будет содержать то есть давайте это будет политоп q он будет содержать много вершин и допустим . вот эта точка которая была нарисована 1 2 1 2 1 2 она будет экстремальной точкой она будет одна из вершин если мы если мы не включим эти это можно то есть как бы это можно доказать что если мы рассмотрим политоп который задан только этой системой то одно из экстремальных решений будет 1 2 1 2 1 2 1 2 это просто это можно доказать она она зависит да это иксы а все остальное это нули то есть мы рассмотрим точку то есть как бы где стоит мы рассмотрим точку x где стоит 1 2 где написано 1 2 и нули стоят везде в других местах то тогда такая точка она будет экстремальная точка для этого политопа и это будет проблема потому что нам нужно описать именно тот регион который нам нужно описать и проблема как раз таки в том что мы что тут есть эти множество которые ничем не пересекаются с трех вершин которые ничем не пересекаются это то есть это дает нам мэтчинг политоп и да то есть как бы можете поверить можете проверить это нетривиальный результат и он занял достаточно какое-то время для комбинатором для комбинаторных оптиматоров но он нетривиальный результат его можно попытаться доказать по индукции можно по индукции в обществе доказывать можно пытаться догадались по индукции доказывается что экстремальные точки этого политопа они все целочисленные и целочисленные точки могут быть только 0 1 и она автоматически получается что-то мэтчинг то есть доказать нужно только что любая экстремальная точка целочисленных если мы оставим эти условия и сейчас как раз таки проблема в том что это описание мэтчинга политопа политопа с мэтчингами она экспоненция экспоненциальная то есть как бы у нас очень много множеств у нас для каждого нечетного подмножества вершин у нас есть неравенство у нас огромное количество количество и они все на самом деле нужны они все грани можно доказать что они все грани кроме и где s равно единице социHiN1 сни равно n минус единица все остальное это будет грани все остальное это действительно они нам необходимо потому что с если кардиналль No slow единица то мы получим это отсюда если кардинальность в минус один это все равно то же самое что тут но все остальное нам нужно это действительно грани мы не можем от них избавиться. И для NP сложной задач проблема в том, что мы не можем покрыть матрицу, slack-матрицу. Давайте посмотрим, что это будет за slack-матрица. То есть тут у нас стоят мэтчинги. Тут у нас стоят мэтчинги, в столбцах стоят мэтчинги. А потом неравенство у нас трех различных типов. Неравенство у нас трех различных типов. Первое — это у нас ненегативные. Потом у нас, у нас тут даже нет неравенства, у нас двух разных типов. Потому что когда рассматривается безусловие что-то n деленное на 2, это превращается в неравенство. у нас два разных типа. И это у нас получается x дельта s больше либо равна единице. Часть больше равна единице. То есть эта часть, она не очень интересная, потому что тут только н чувствую неравенство. То есть тут эту часть легко забрать. Она очень маленькая. Мы можем даже оставить эти неравенства на месте. Эту часть легко будет факторизировать. Легко будет покрыть, легко будет факторизировать. А проблема будет только в этой части. В этой части экспоненциальное количество мэтчингов даже больше, наверное, чем... Это факториал будет, наверное, почти, что мэтчингов. Можем посчитать. Сори, ты что заговорил? Про мэтчинги что-то? А, есть ли я говорю? Нет, ничего. Ну да. То есть как бы тут у нас будет экспоненциальное количество неравенств. И тут мы тоже можем посчитать, сколько у нас будет мэтчингов. у нас будет мэтчингов в н факториал, деленное на н 2 деленное на н 2 и н 2 факториал. Если не ошибаюсь, то столько у нас будет мэтчингов. Это все равно растет достаточно быстро. И сможем ли мы покрыть эту матрицу? Сможем ли, если мы будем покрывать ее с помощью комбинаторных прямоугольников? Сможем ли мы покрыть эту матрицу? То есть как бы сможем ли мы покрыть эту матрицу? Маленьким количеством комбинаторных прямоугольников. То есть как бы... Наверное, сможет. И как? Как мы ее покрываем? То есть мы не сможем ли мы, как бы ничего начало, это тоже больше. Ну и поэтому мне интересно, как мы ее покроем. То есть что стоит в этой матрице, если это будет наша SM'? У нее стоят индексы, тут стоит S, тут стоит M. Мы знаем то, что оно равно нулю, если на пересечении стоит... Если у нас в такой ситуации оно будет равно нулю. Допустим, в такой ситуации это будет равно нулю. То есть если у нас S это вот это множество, а M это вот этот мэтчинг... То есть мы хотим покрыть все ненули или все ненули? Все ненули, не задевая нулей. То есть в этом случае SM' равно нулю, если у них действительно только один общий... Одно общий ребер, а если у них несколько общих ребер... К примеру, в этом случае... Не равно нулю. То есть тут больше нуля. Я даже запишу больше единиц. Потому что одно ребро как минимум должно быть там. Как покрыться? Наверное, сейчас так, чтобы дубаш выходило, как минимум. Да. Все это открываем. Да. То есть фактически для того, чтобы покрыть ненулевые элементы, мы можем рассмотреть прямоугольники, которые проиндексированы, к примеру, двумя ребрами. I1, I2 это ребра, которые не равны. И мы возьмем туда все S, V такие, что S нечетно. И I1 и I2 оба принадлежат дельта S. И мы возьмем туда все матчинги тоже. То есть у которых кардинальность n делена на 2, и которые содержат I1 и I2. То есть тут достаточно простое покрытие, на самом деле. Потому что с Unique Disjoint проблема была в том, что если пересечение равно нулю, у нас единица, потом мы идем, пересечение равно единице, у нас ноль, и потом снова у нас не ноль. То есть у нас где-то посередине был ноль. Тут как раз-таки минимальное, что может случиться, это одно ребро в пересечении, тогда ноль. А если случается больше, у нас не ноль. И это делает проблему значительно проще, потому что это число всегда целочисленное. Это говорит, что если у нас существует как минимум, то есть как бы у нас соответствующий элемент в матрице не ноль, тогда и только тогда, когда существуют два ребра, которые лежат с одной стороны в дельта S, а с другой стороны лежат в мэтчинге. И это нам помогает покрыть полностью матрицу. И тогда у нас будет покрытие, сколько у нас существует, возможно, у нас будет n в четвертой степени, у нас квадратичное число ребер, и мы выбираем пары из квадратичного числа ребер, у нас будет достаточно маленькое покрытие. на самом деле. Мы сможем построить покрытие, мы сможем покрыть эту штуку с n в четвертой прямоугольника. То есть у нас очень маленькое покрытие на самом деле. И проблема в том, часть была для мэтчинга, что не было вообще никаких техник. Мы получили, получается, результат для NP сложных задач, и там все основывалось на том, как тяжело покрыть, то есть там оценки брались из теории коммуникации. И потом мэтчинг, для которого никто не знает, существует или не существует маленькая расширенная формулировка, сама проблема лежит в P. А с другой стороны, мы знаем, что такие же техники просто не сработают, потому что у матрицы маленькое покрытие. Можем покрыть n в четвертой степени, у нас полиминальное покрытие. Это значило, что нам… Да, так давайте посмотрим на это покрытие. Может, оно уже достаточно для факторизации? Сколько раз мы покрываем… Допустим, если у нас тут стоит число k, сколько раз мы покрываем это число k? Сколько раз мы покроем это число k? Если на пересечении стоит у нас k, то есть на пересечении к плюс 1, потому что у нас k значило, что там было k плюс одно ребро. То есть, если у нас стоит тут k, это значило, что у дельта s и m в пересечении k плюс одно ребро, и мы выбираем пары из него. Это будет покрыто k плюс 1, потому что если тут стоит k, это значит, что тут будет подсчет, сколько ребер находится в пересечении дельта s и m, минус одно, и это будет покрыто k плюс 1 зеленым, по два. Раз. То есть, и вся идея для получения негативного результата для Мэрчна как раз таки говорит о том, что какая бы ни была факторизация негативная, если она маленькая, она будет накрывать эти значения слишком много раз. То есть, для факторизации мы должны получить именно это число. Мы должны факторизировать матрицу. мы должны получить это число. Идея результата, на чем основан Мэрчнг, он говорит, если факторизация маленькая, то же самое, что тут, если покрытие маленькое, то числа будут слишком большие, которые получатся в матрице. если просто дать одну матрицу, вторую матрицу и сказать… Ну, то есть… Если бы мы получили тут именно k, есть результаты, которые бы нам сказали, что ранг ненегативной матрицы именно n в четвертой степени, то что из этого покрытия мы можем составить факторизацию, если бы это было ровно то же самое число. Если бы это было такое же самое число, есть результаты, которые нам сказали, что эту матрицу не так тяжело факторизовать, мы можем факторизовать ее с размерностью n в четвертой степени. Но это покрытие накрывает число k, которое тут стоит, слишком много раз. И проблема будет не только с покрытиями, а проблема будет похожего рода с факторизациями. Там это будет не сколько число раз накрывается покрытие, а мера. В зависимости от факторов будет вводиться мера. И эта мера будет слишком большая для чисел. Она будет становиться слишком большой. Но для этого нам нужно смотреть, какое число стоит именно тут. Какое число стоит именно тут. И была использована следующая оценка. То есть если бы это была такая же самая асимптотика, это было бы хорошо. Проблема, что там даже асимптотика другая. И это то, что как раз таки мешает. Для того, чтобы посмотреть, какие же числа стоят, была использована плоскость, сепарация, которая говорит следующее. Есть ли у нас, есть слег-матрица политопа. И мы вводим какую-то другую матрицу. Такой же размерности. Чтобы мы могли рассматривать скалярный продукт. Тогда минимальное количество грани в расширенной формулировке для P, помноженное на максимальный элемент, это максимальный элемент в этой матрице, помноженный на альфа, будет как минимум скалярный продукт W и слег-матрицы. Здесь альфа, это максимальный продукт W и фи, где фи это имеет ранг и такой же размерности. Эта лемма, ее тяжело читать, но на самом деле доказательства достаточно интуитивно. Это W поможет нам посмотреть, какие же числа стоят. Мы как бы с коррелейшином политопом, мы не смотрели даже, мы смотрели только 0 или не 0. Это поможет нам дать вес и посмотреть, какие же числа стоят именно в слег-матрице. Доказательства достаточно... Sorry, это трудно писать. И это фи тоже, все элементы 0.1. Это все элементы фи, 0.1. Лемма, она такая... достаточно спокойные. Мы знаем, что это... Бесконечность — это наибольший элемент? Да, это наибольший элемент. Бесконечность. Это планировалось как бесконечность. Бесконечность — наибольший элемент. Мы знаем по результату Энакакиса, что минимальное количество грани будет равно негативному ранку этой слег-матрице. Тогда пусть эта факторизация будет задана этими векторами. И... То есть мы просто... где Т равно этому негативному ранку. Точно так же, как в обычной алгебре, это даст нам... Точно так же, как в обычной алгебре, мы можем сказать, что тогда слег-матрицу можно представить как сумму Т-матриц. Т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т Ранг у нее будет как максимум один. Почему? Потому что мы можем ее выбрать. Ранг один, и у нее ненегативные элементы. Можем ее выбрать. Фи Ай, подсчитанное для неравенства Эбита и Вишин Ви, может быть, просто равно произведению, если мы берем и ту координату в этом векторе, то есть мы просто можем расписать, что же значит ненегативная факторизация и что же значит скалярный продукт. Точно так же, как и для обычного ранга, для ненегативного ранга можем расписать это, что СМ можно представить как сумму матриц с ненегативными элементами, и каждый из которых имеет ранг как максимум один, потому что мы можем взять этот Фи Ай с произведениями и тих координат. То есть это такая же операция, как в линейной алгебре. То есть такая же операция есть и в линейной алгебре. Можно сказать, что матрица имеет факторизацию размера T, если она представима как сумма T матриц с рангом максимум один. То есть как бы и из-за того, что мы рассматриваем ненегативные факторизации, у нас еще добавляется, что это ненегативные элементы. Это можно оставить как упражнение. Это действительно просто как скалярное произведение подсчитывается факторизацией в матрице. То, что мы можем посмотреть на него как продукт, с одной стороны, а с другой стороны как суммацию таких вот штук. То есть это то, что мы хотим показать. Сейчас вот ненегативные элементы относилась к фиитам еще состоит. Да, это фиитам. А мы же хотели, чтобы она была измельчена. Да, мы еще не закончили. Мы еще совсем не закончили. Да. Тогда, это то, что мы хотим получить. Тогда скалярное произведение W и SM, это будет помененность и скалярное произведение W и Сумы. W и Сумы. И это будет... с суммой произведений. Так что нам достаточно показать, что скалярное произведение W и Фиаи будет как максимум альфа, максимальный элемент в слег-матрице для любого. то есть чтобы получить это неравенство, то есть с одной стороны оно говорится, что W и СМ это равно этой сумме. И если каждый элемент в сумме мы можем оценить как альфа СМ инфинити, мы как раз таки получим. Т это был наш негативный ранг, который равен ЭКСИ, то есть мы получим Т продукт с альфа СМ инфинити. то есть если мы каждый, если мы возьмем, подставим тут, мы распишем эту штуку и потом, то есть тут все равно равно, потом мы можем сказать это меньше либо равно и оценить каждый из суммантов. Значит только мы получим сумма от единицы до Т альфа СМ инфинити. И теперь нам только осталось посмотреть, что Т это было X и P по теореме Накакиса. То есть мы получим... А я что-то перестал понимать, что значит вот Фи и Т равняется на ЧТС. Фи и Т будет размерности такой же, как Slack матрица. То есть она будет иметь одно, один ряд для каждого неравенства, произведение чисел. Это произведение двух чисел. Поэтому это как раз таки ранг 1, эта матрица как раз таки ранг 1, потому что там не векторная, а там стоит произведение чисел. Поэтому, поэтому знаем то, что это ранг 1. то есть фи ай это можно посмотреть она будет фактически произведение какого-то то есть для каждого д мы просто запишем эту координату и потом для каждого в мы запишем эту координату снова то есть это будет таким вот произведением это будет ранг один максимум один то есть теперь ну это хорошо что мы можем достаточно показать это чтобы закончить то есть то есть тут тут поверьте мне это это в спокойствии это это значительно проще надо сделать чем у доски это на самом деле это не хитрые манипуляции линейной алгебры это то что из этого следует то что скалярное произведение w slack матрицу мы сможем представить как как продукт как сумму таких вот скалярных продуктов и где фи ай не заданы таким штукой и каждый фи ай мы можем оценить сверху можем оценить зерон еще не получили но я просто говорю мы если мы получим вот то есть как бы если вы поверите что-то правда то тогда мы получим вот это правда пока zero one только в определении альфа встречается то есть пока мы не доказали только это если вы поверите этому все должно получиться zero one будет использоваться тут то есть если вы поверите этому вы получите это ноги когда я стираю то есть мы получим это неравенство альфа я еще оставляем то есть нам осталось доказать что что это правда единственное что нам надо это то что с м я скопирую оттуда это сумма фи айс ай от единицы даты фи ай я лучше запишу это формула ранг фи ай максимум один то есть тогда я сотру эту доску то есть что я хочу доказать хочу доказать это тогда все закончится так 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 Из этого, поскольку все матрицы не негативные тут, то максимальный элемент в матрице FI будет всегда оценен сверху максимальным элементом матрицы SM, потому что все эти матрицы они не негативные, они суммируются к SM, то есть максимальный элемент в FI не может быть больше, чем максимальный элемент в SM. Легче не смотреться между числом, если число равно сумме нескольких негативных чисел, это число не может быть меньше, чем эти числа. Тогда, чтобы получить эту штуку, давайте рассмотрим, что такое максимальный возможный продукт. FI имеет ранг максимум 1, оно не негативное и максимальный элемент FI сверху оценен максимальным элементом в матрице SM. После нормализации факту, что матрица FI имеет ранг 1, она фактически может быть представлена как продукт столбца на строку, то есть мы запишем то, что матрица FI может быть представлена, потому что она имеет ранг как максимум 1, то есть она может быть представлена как продукт столбца на строку, столбец X и ряд Y. И после нормализации мы также можем предположить, что элементы в X, они находятся от 0 до SM infinity, а элементы в Y находятся от 0 до 1. Это то, что FI может быть представлено как продукт столбца на строку, это следует из ранг 1. Это часть то, что мы можем также сделать оценки на элементы в этом столбце и в этой строке. Это следует из нормализации. Мы просто можем разделить на максимальное значение в Y, тогда все значения в Y сдвинуться от 0 до 1, а максимальное значение в X не сможет быть больше, чем SM infinity. Давайте, пожалуйста, во второй строчке, у нас Y ничего не значит? Это для любого? Нет, во второй, в смысле, там, где максимум, опять вот, Y, оно ни к чему… Это для любого I. Сейчас, тогда я не очень понимаю, у нас же сейчас вот этот максимум берется как раз по FI, нет? Нет, мы берем максимум, мы выбираем любое FI… Вот, да, я и говорю, то есть, если мы выбираем любое FI, оно не имеет отношения к тем FI, которые у нас в сумме, я правильно понимаю? Да, я могу даже выбрать FI… То есть, I на самом деле ничего не значит, потому что I на самом деле не участвует. Да, I тут никак не участвует, I тут никак не значит, и поэтому оценка для всех I одна и та же. То есть, как бы мы говорим, у нас есть конкретный FI… Да, 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 потому что происходит коллизия, коллизия обозначения… Ну, давайте стерем с утра… Нет, я с вас второго уточнил… Да, I ничего не значит, это правда. То есть, как бы просто максимальное… Ну да, то есть, I ничего не значит, но с другой стороны… Первые строчки оно значило, а у вторых уже есть какая-то разница. Ну, тут оно тоже… Для всех I, а там оно просто так… Не под квантером там никакого… Окей. Да, это правда, то есть, оно ничего не значит. То есть, это просто нам нужно сделать верхнюю оценку на эти для I, и наша оценка, она не умеет, что если мы просто сохраним какие-то свойства FI, которые у нас уже есть, и мы максимизируем, какая оценка может случиться в самом худшем случае. Теперь тут… Тут знак равенства. Я напишу следующий знак равенства, вы скажете, как вы убеждены в этом знаке равенства. Это была просто нормализация, этим можно добиться просто нормализации. но теперь я говорю то, что оно будет от нуля из множества SM-инфинити. Теперь я заменяю интервалы на множество, я говорю, что максимум не изменится. Это фактически свойство из-за того, что эта функция билинейная. Она линейна по X и она линейна по Y. Из-за этой билинейности, если вы посмотрите, допустим, для гиперкуба, если бы у нас не было, тут Y вообще не стояло. Это было бы значило, что мы оптимизируем X над каким-то гиперкубом. Это всегда… любая координата X будет либо 0, либо верхняя грань для этого гиперкуба. Почему нам не взять X из всех SM-бла-бла и Y из всех единичек? X из всех SM-бла-бла… Это же только больше будет. Я не знаю, что стоит в W. W может иметь негативные… W в теореме не стояло никаких ограничений. И как раз-таки W может быть негативным. Потому что если W в этой теореме позитивная, то оценка с помощью этой лемы не будет лучше, чем каверинг оценка. Как раз-таки это будет использоваться тем, что W будет негативной. Мы не знаем, что там стоит. Могу еще вопрос перед вторым максимумом. Почему она следующая равна, а не равна? Это тоже равно. Ну, то есть нам нужна оценка только в одну сторону. Да, я понимаю, я просто понимаю. Да, просто тут я хотел быть специфичнее, потому что тут еще такая линейная алгебра, а тут регион становится меньше. Если регион становится меньше, а у нас максимум, вообще-то теоретически мы можем получить меньшую величину. И тогда чему же равно это? А это на самом деле то же самое, что стоит тут, только поделенное на SM-инфинити. Потому что любая 0,1 матрица ранка 1 это продукт двух векторов x и y, один из которых 0,1 и второй 0,1. Это просто то же самое, если посмотреть, скалированное на эту величину. Если посмотреть, то можно убедиться, это будет то же самое. любая матрица ранка 1, которая имеет 0,1 элементы, это продукт двух 0,1 векторов. Если матрица 0,1 имеет ранк 1, она продукт двух 0,1 векторов. Вместо x выбрали бесконечную норму. Да, то есть как бы… Да, это уже множество. И тут будет… x будет вектором, у него будет столько же элементов, сколько рядов, и он будет либо 0, либо вот это вот число. Это множество из двух элементов. Это множество из двух элементов. Там не стоит многоточие. Множество из двух элементов. Либо это, либо это. И фактически это соответствует просто скалированию этого альфа по SM-инфинити. И это как раз таки то, что мы хотели получить. Потому что это дает нам оценку на… Потому что FI, они удовлетворяют этим условиям. FI удовлетворяют этим условиям. То есть для любого FI мы получаем WFI. Сверху можно оценить by альфа SM-инфинити. На самом деле, Лемма, наверное… Да, она такая… Она не особо сложная, но… Окей, тогда результат, который… Есть какие-то вопросы по Лемме? Какие-то вопросы по Лемме? Тогда теперь, что же мы выберем для Мэтчинг Политопа? И это был результат, за который вручили Томасу Ротфоссу Фолькерсонскую премию. Фолькерсон премию. Это был результат для Мэтчинка. Если мы рассмотрим наш Мэтчинг Политоп N зеленый на 2, у него… По… Минимальный размер шинной формулировки станет расти экспоненциально. Это уже не так долго осталось, я не буду показывать доказательства. Я только хочу показать общий план. То есть, доказательства… Мы рассматриваем граф, полный граф на N вершинах. И множество вершин, оно представимо в таком виде… … … … … … … что мы так обозначили, но оно также, потому что там, когда остается, используется разделение на различные группы, оно представимо в таком виде, где k число больше или равно трех и нечетное. Оно константа. Ни переменная, ни параметр, но константа. А m это уже переменная, это уже как бы растет как n, потому что k константа. Но оно тоже нечетное. Оно уже параметр. То есть, если все сделано правильно, у нас в любом случае четное число вершин, потому что там везде двойка стоит. Теперь, что делает, как бы дизайн функции, то есть как бы эта матрица W помогает выбрать вес. Помогает выбрать вес. М.Ол это коллекция всех m. File matching of m с cardinali teddy n толi м. То есть это такая коллекция. Для разрезов, которые соответствуют s, мы рассматриваем не все языки, а мы рассматриваем только коллекцию у, которые под множество вершин, у которых кардинальность такая. Кардинальность может быть выражена m плюс 1 зеленый на 2, k минус 3, плюс 3. Это число целое, потому что m было нечетное, а это число четное, потому что k было нечетное. То есть целое на четное получится четное, плюс нечетное – нечетное. То есть все они имеют правильную кардинальность, они все соответствуют нечетному числу вершин. Тогда, если мы обозначим это на t, то мы получим, что t – это четное. Окей. Тогда мы рассмотрим такие элементы в матрице, которые соответствуют. мы берем u и берем matching. То есть это какие-то элементы в матрице. u мы выбираем только из этой коллекции. u all. И matching мы выбираем, как они есть. но вместе они должны иметь ровно l-рёбер. То есть они в пересечении рёбер, которые выходят из u, и m имеют ровно l-рёбер. А ты плюс-то-образно нечетное… Сори, это нечетное, сори, это нечетное. Нам нужно нечетное – это нечетное. Это l-рёбер. Потому что m нечетное – это целое, а k нечетное – это целое, а k нечетное – это целое и начетное плюс нечетное. И теперь выбирается вес как раз-таки. Какой же выбирается вес? Для матрицы W-U-M. Наверное, я… Наверное, я… А, окей. Я сначала выпишу вес. Минус бесконечность, если дельта m равно 1. То есть это те самые элементы, где из этого множества выходило именно одно ребро в мэтчинге. Там на самом деле стоит ноль в матрице. И эта минус бесконечность в W фактически заставляет нас рассматривать только прямоугольники, которые не покрывают нулей. Потому что это условие соответствует нулю в Slack-матрице. В Slack-матрице для мэтчинг-пелитопа в этом случае стоял ноль, и это минус инфинити, оно как раз-таки заставляет нас не делать ничего. Если U-M принадлежит Q-3, то есть принадлежит этому множеству для трёх, то тот тотальный вес, который идёт на Q-3, должен быть единицей. То есть каждому из них мы даём определённую часть от Q-3. Если U-M принадлежит Q-K, мы даём единицу уже с негативным Q-1 Q-K. Остальных мы просто даже не заботимся. Нет, там Q будет достаточно большим. А Q на самом деле будет выбрана позже. В доказательстве, в каком-то месте встречается Q, должно быть больше либо равно 501. То есть потом в доказательстве будет одна оценка, в которой будет сказано. Эта оценка всегда верна, когда Q больше либо 0,501, и потом нужно вернуться и сказать, что… Важный вопрос про первую строчку, правда ли, что и в этом условии это же самое, что они лежат Q, 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 Q-1, да? Это для всех, то есть как бы тут рассматриваются мэчинги и… Тут рассматриваются мэчинги и… То есть мэчинги все, а тут рассматриваются… в этой U-all состоят только разрезы определенной кардинальности. Тут просто говорится, как только если в Slack-матриве стоит 0, став минус-инфинити. Зачем это все нужно? Зачем это все нужно? чтобы мы помнили что стоит слег матрицы тут в слег матрицы будет стоять 0 тут слег матрицы стоит двойка тут слег матрицы стоит камень садим окей тогда тагема которую мы выписали если выписать что же она значит она значит то что расширенная метчинга будет W будет оценена снизу как W скалярное произведение с SM SM бесконечность на альфа окей что же скалярное произведение W SM что же происходит со скалярным произведением W SM то есть как бы у нас мы можем смотреть только там где стоят не нули нули все обнулят поэтому скалярное произведение можно смотреть там где стоят не нули где стоит минус бесконечность там стоит ноль то есть они все равно обнуляться где стоит то есть как бы Q3 у нас QM которые по каждый из них будет давать и слег матрицы будет давать двойку а в W там стоит единица зеленая на Q3 также у нас будет суммация по Qk в слег матрицы там будет стоять к минус 1 а тут стоит минус 1 минус уже был к минус 1 Qk это будет влиять это это будет запрещать нам для подсчета альфа в на 0 потому что альф альфа если посмотреть как как бы как альфа была определено там никто не говорил что альфа запрещает ну как бы альфа были максимум чего-то д Mogherath 41 матрица ранка 1 там никто не говорил ничего что она не может задрузить 0 и то что мы ставим тут миним из бесконечность фактически запрещает нам залазить на ноют ли потому что если в 01 матрицы мы залезли хоть на 10 тут стоит 0 так матрицы то мы сразу получим в произведении с w слишком маленький минут сразу пойдет на минус бесконечность то есть это гарантирует что с подсчетом потому что это рема она никак нигде не говорится то что мы рассматриваем прямоугольники которые не залазят на 0 и там только говорится что у нас есть такая оценка sorry тут нигде не идет ни никакого разговора что мне за залазит на нули где альфа максимум продукт w сфи где фи 0 1 матрица ранка максимум 1 это то что там за бесконечность запретит этому физи лазит на на нули в слег матрицы тогда чему же это будет равно тут мы получим двойку потому что мы идем через q3 и каждый дает 2 здесь на q3 минус 1 получите единицу и как раз таки вся работа происходит как как вся работа как раз таки происходит в доказательстве того что альфа сначала чтобы это мы посчитали это единица с м бесконечность это что с м бесконечность да мы можем оценить n зеленым на 2 без проблем потому что элементы в сфсу слег матрицы посчитывают как много ребер пересекает данное нечетное множество в любом мэчинге максимум n зеленые на 2 ребер они не смогут то есть это это более чем то есть все хорошо это единицы н зеленые на 2 и все оставшиеся доказательства это доказательство того что альфа меньше либо равна 2 минус дельта n это все чай вся часть оставшегося доказательства потому что это будет единица это будет n более или менее но зато альфа слишком маленькая это даст поскольку мы делим на альфа это даст нам экспоненциальную нижнюю оценку на вся вся штука как раз таки заключается в том что мы не можем альфа не будет слишком большим альфа не будет слишком большим и там уже работает ну то есть как бы там уже доказательство такое и она не будут даже разделять как бы там доказательство более чем техническое более чем техническое чтобы там нужно как минимум еще три лекции я не знаю то есть как бы и это главная часть как раз таки статьи можно просто напомнить что альфа альфа фактически до альфа это было альфа это максимальная в фи то есть мы проходимся через все эти фи где фи это матрица ранка как максимум 1 и она с 01 элементами то есть фактически это говорит нам что это комбинаторный прямоугольник потому что любая матрица 01 которая с ранком 1 это комбинаторный прямоугольник там стоят единицы как раз таки в каком-то комбинаторном прямоугольник это просто выбери комбинаторный прямоугольник и потом перемножь его скалярно на это то есть как бы единицы стоят там где выбран комбинаторный прямоугольник и как раз таки выборы этот он запрещает на об этом комбинаторном прямоугольники залазить сюда потому что тогда альфа сразу идет в минус бесконечность и оценка становится то есть чем хуже чем меньше альфа тем мы счастливее то есть как бы это запрещает то что стоит минус бесконечность залазить на 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 элементы где 0 так матрицы потому что это сделает нашу оценку альфа только меньше и нашу оценку на размеры шириной формировки только больше и потом это фактически говорит что мы не сможем покрыть много элементов тут без покрывания много элементов тут это как раз таки будет то высказывание о том что эти элементы будут покрыты слишком много раз то есть также как в покрытии для слайк матрицы для для больших к это становилось покрыта слишком много раз то есть мы не сможем покрыть это достаточно много раз без покрытия этого еще больше раз из-за этого получается что норма будет что альфа будет слишком маленькая да и дельта это станет константа больше ну я я не знаю я не знаю сколько мэтчингов в графе шарпи я не знаю но вообще как бы я я не знаю ничего в этом не слышал но я был бы пессимистично потому что даже для для сдача кампажера мы долго знали что задача mp hard даже это не делала никаких ничего для расширенных формулировок это не имела никаких импликаций для расширенных формулировок то есть как бы и тут то есть как бы сама сложной задачи она не делала никаких то есть как бы ничего и сложности задачи нельзя было выудить как только появился результат для корреляющего притопа редукции работают так же то есть как бы если если доказать что такая же то есть если есть более менее нормальная редукция которая пока центрee шишет у проблем от решишь эту проблему обычно ее можно перенести для paper top of то есть как только был получен рида для одного можно было было получить все но там не было не как бы редукции были использованы а больше из теория комплект комплекса ничего не было использовано все не знаю как вообще классификацию действительно использовать тут это отличный вопрос на низ на она пи как раз таки это то что да да то есть как бы после привод как бы как бы время вот как бы потому как шло время как бы когда было для корреляешь на плитопа тогда уже более-менее стало известно что для всех nph задач рашины формулировок мальких не существует а мэтчинг он полиномиально для него не было все равно известно и тут как раз таки вышло так что он то полиномиальный но рашины формулировок тоже не было потому что до того как это было известно не было понятно они также себя ведут рашины формулировки какие и классы сложности или нет и мальчик показал что нет потому что он то полиномиальный а рашины формулировки не все равно нет не обратно неверно для матчинга это как раз таки да для для матчинга это как раз таки обратно и неверно для для если есть факторизация негативной матрицы то можно ее покрыть такого можно составить покрытие такого же размера как и факторизация но если есть покрытие то нельзя то не всегда можно получить обратно факторизацию то есть как бы из любого факторизации можно получить покрытие но покрытие ничего не говоря для факторизации да но у нее нет то есть как бы я и задачи где из покрытия можно получить факторизацию до сих пор остается открытым задача независимого множества перфектных графах она она из-за того что как раз таки она уже для линейного программирования сирии 7 дефинитного по программирование эта задача очень легкая для семидефинитного программирования но для линейного программирования мы еще не знаем насколько она сложна потому что для него для для этой задачи никаких результатов таких особенных нет единственное что есть sabax потенциальная конструкция расширенной формулировки и она как раз таки сделана из покрытия там есть покрытие которое дизъют на и они не пересекаются то есть покрытие где прямоугольники не пересекаются сама стек матрица 0 1 матрица и поэтому все это можно обратно скомбинировать факторизацию сама матрица хорошая для этой проблемы она 0 там только 0 единицы покрытие хорошее она дизъюнктная они не пресекаются и все это иногда делает возможным перейти от покрытия к но это очень частные случаи когда-то можно сделать вы говорили еще до того что это маленькое покрытие у нас очень много раз когда у нас альфа появилась я понимаю почему на каждый раз когда она будет 2 мы будем покрывать 2 типа нам придется и 3 и 3 видео будет делать вот это скалярное произведение меньше и у нас альфа поэтому маленько получится примерно понятно а вот как было можете еще раз повторить интуиция которая была у нас появилась и вот вы как-то на пальцах совсем объясняли или неожиданно почему если по но покрывалась столько же раз сколько ты там стоит число там стоите там все такое число если по но покрывалась только же раз это как раз таки была ситуация когда мы из под из покрытия можем составить факторизацию если оно было действительно равно если бы то есть как бы там есть такие теоремы это говорят что оно было бы равно мы были абсолютно счастливы ну это хорошо да но на самом деле если да если вы посетите она 20 минут я думаю хватит чтобы доказать это но то есть как бы она но фишка в том то что можно попытаться изменить это но ощущение все равно остается что любая факторизация слишком много уделяет внимание этим слишком много уделять внимание этим элементам если бы у нас был бы какой-то прямоугольник который бы скажем пропорционально их пропорционально бы их тут бы была какая-то константа тут была какая-то допустим к минус 1 это альфа не было таким маленьким потому что альфа как раз таки делается маленьким из-за того что непропорционально много раз мы стреляем именно в это если бы она более-менее соотносилась нормально то альфа не было таким маленьким и это а то откуда была интуиция взята насколько я понимаю из того что она слишком много раз мы выпадаем сюда спасибо 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 спасибо